Приветствую вас. Во-первых, я думаю, что начать нужно с разбора того, что конкретно представляет из себя ваша ломка. Что это такое? Что вы понимаете под ломкой? Что вы чувствуете под ломкой? Что это такое ломка? Ломка это потребность, нуждаемость. А значит у человека вы нуждаетесь. Но если в человеке вы нуждаетесь, то надо бы понять о чем именно, о чем конкретно вы нуждаетесь, что конкретно вам нужно. Ведь согласитесь, что не совсем хорошо и полезно для вас чувствовать эту самую ломку. Для отношений это не хорошо, перед человеком вы унижаетесь, как видите. И так далее. То есть тут вот мне кажется нужно поисследовать этот момент. Тут мне кажется нужно разобрать этот момент. Обязательно. Следующее. Вы пишите о том, что человек делает все для того, чтобы вы его послали. Мне вот интересно, а почему человек сам не может, по вашему мнению, признаться, что вы ему больше не интересны. Как вы говорите о том, что ранее ваше общение было более нежным, более репетным. Вот. А сейчас оно банальное и сухое, как дела. Связано это я полагаю, я полагаю это связано с тем, что между вами достаточно мало общего. Я полагаю это связано с тем, что между вами крайне немного общего, немного вещей, которые вас, вы, объединяли. Так постарайтесь в этом направлении подумать. Если молодой человек с вами не общается, вероятно вы ему не интересны. Но что вы можете сделать для того, чтобы быть ему интересным? Что вы можете сделать для того, чтобы стать ему интересным? Вот это, наверное, один из самых важных запросов, на которые вам нужно себе задать. Который вам себе нужно задать. Дальше. Забыть человека невозможно. В память его. К счастью, к счастью или, к сожалению, это так не работает. То есть. Память. Практически нереально. Заставить что-то выкинуть. А, ну. Что-то выкинуть. Из нее. Вы, конечно, можете выйти. что-то из своей памяти. Но. Произойдет это далеко не по вашему собственному желанию. Если это случится, то это случится. Потому что, грубо говоря, пришло время. Именно для памяти. Вашей. Забыть человека не нужно. А вот менять свое отношение к нему, да, вполне. Смотреть, из чего и как формируется ваше к нему отношение. Смотреть, из чего и как складывается ваше поведение по отношению к человеку. Разбирать это. Вот. Совершенно очевидно, что что-то вас удерживает в том, чтобы думать о человеке, Снова и снова. Что-то удерживает вас в том, чтобы вы, Ну, к примеру, К примеру, не занимались ничем другим. А думали бы только об этом. Думали бы вы. Думали только об этом. И, на мой взгляд, у этого есть причины, у этого есть основания. Вот. Какие причины, да, нужно смотреть, нужно исследовать. Скорее всего очевидно, что здесь можно говорить о том, что вам, например, может быть не слишком интересно то, чем глобально по жизни вы занимаетесь. И так далее. И так далее. Вообще очевидно, что, может быть, в отношениях вы пытаетесь что-то для себя найти. Ну, что-то, с чего вам не хватает, вы пытаетесь это найти. Конечно, здесь важно понимать, что именно вы пытаетесь найти в отношениях. Может быть, в браке. И как-то это разобрать, имеет смысл, конечно, если вы этого хотите. Но важный момент заключается именно в этом. В этом аспект. Дальше. Вы пишете, я не знаю, то ли я его обидел чем-то, то ли мы просто безразлично. А я бы сказал, что здесь, именно здесь, по ряду причин, именно в данном контексте, я боюсь, что вы себе не доверяете. С чем это связано? Однозначно. Сказать, конечно, сложно. С чем это связано? С чем-то всем связано то, что вы себе не доверяете. С чем связано то, что вы сомневаетесь в том, обидели ли вы человека или нет. Кстати говоря, что важно, вопрос обидели тоже имеет смысл разобрать. Потому что если человек говорит про обиду, как, например, вы это делаете, то, вероятно, он обижается сам. То есть вы, вероятно, обижаетесь сами. Если вы обижаете сами, то у этого также есть свои причины. И говоря про обиду, вы, конечно же, говорите про то, что перекладываете ответственность за свои проблемы на другого человека. А проблему человека берете на себя. Как, например, на себя вы берете то, что мужчина ведет себя таким образом. С другой стороны, у вас есть мотивация думать об этом. У вас есть мотивация переживать по поводу того, что мужчину вы можете обидеть. И с этой мотивацией, с страхом, например, потерять человека возможно. С страхом, например, обтолкнуть. Одной во вновь. Тоже нужно работать. Потому что вас это сделают не свободны. Не свободны от слова совсем. К сожалению. Тяга не пропадет, если вы поместите человека в шею. Тяга не пропадет и вот почему. Тяга становится в гармонии благодаря вашему психологическому состоянию. И от того, что вы делаете, ситуация никак не решит, к сожалению или к счастью. Потому что иначе вы не проработали бы в полной мере то, что с вами сейчас происходит. Ну а именно зависимость. Вы бы просто не обратили на нее, возможно, никакого внимания. А это крайне нежелательно и крайне негативно сказалось бы на вашей дальнейшей жизни. Вот. Также тот факт, что у вас в какой-то степени появилось заявительность от человека, да, как вы ее называете ломкой. Говорит о том, что возможно. Это всего лишь возможно. У вас есть определенные противоречия. У вас есть определенные потребности. определенные 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 определенная уязвимост мироседобот, которые призвана ваша ломка. И до тех пор, пока ситуация не изменится, я имею ввиду до тех пор, пока вы не поймете, что находится, что лежит в основе в вашей зависимости, забыть молодого человека, а также построить здоровые отношения у вас скорее всего не выйдет. Потому что вы будете зависеть. Но обратите внимание еще на то, как вы отстраняетесь от своей потребности. То есть, вы буквально смысл говорите, что я хочу себе все запретить, хочу запретить себе хотеть, чувствовать, желать. Хочу себе это все запретить. Вот. Я себе это все запрещу и будет мне тогда в таком случае хорошо. Ну, на самом деле, хорошо вам, конечно, не будет. Никому-нибудь, никому не может быть хорошо вы в такой ситуации. К сожалению или, опять-таки, к счастью. К сожалению. Поэтому очень важно, чтобы вы в какой-то степени перестали, может быть, себя обманывать и взглянули правду в лицо, которое заключается в том, что вы не очень понимаете, что вам нужно. Вы не очень понимаете, чего вы хотите. Вы не очень понимаете, в каком вам направлении двигаться. Да. Вы не очень понимаете, с чем связано то, что вы, что у вас сломка. И так далее. Ну, в психологии принято связывать это с детскородицкими отношениями. Вот. Я не могу в полной мере с этим с этим согласиться. Вот. Хотя это имеет место бы быть. Но я все же думаю, что проблема может не только стоять в родительских отношениях, но и просто в неком опыте, который человек может получить некий опыт. Я имею в виду опыт, ну, такой, опыт в реальной жизни, скажем так. Вот. И, соответственно, нужно в этом направлении вам, конечно, уже поработать, потому что разобрать это то, что вот вас волнует, успокоит, тревожит, напрягает, необходимо. Ну, я думаю, что на этом можно закончить. Мой ответ сказано, в принципе, уже много чего. Вот. И мне не хотелось бы, наверное, перегрузить вас информацией. Хотя, скорее всего, я именно так и поступил. Тем не менее, я желаю вам всего самого доброго. Я надеюсь, что ситуация разрешится для вас самым лучшим образом. И вы, значит, разберётесь в полной мере в самой себе. Вы разберётесь в полной мере в своих потребностях. И вы можете для себя наконец-то понять, что же вы хотите. И всё мне стоит. Ну, а мы психологи вам, если у вас будет такое желание, поможем. Всего вам самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok